Все профессии важны, все профессии нужны. Центр занятости Черкеска рассказал о самых востребованных в республиканской столице на сегодняшний день профессиях. Какие профессиональные ниши в республике не заполнены и где найти вакансию по душе, нам рассказала начальник отдела по прогнозированию рынка труда и отчётности Центра занятости населения Черкеска Елена Цацурина. По состоянию на 1 января 2019 года в Центре занятости населения по городу Черкеску было зарегистрировано 430 безработных граждан. Этим гражданам назначается пособие по безработице, назначаются социальные выплаты в виде пособия по безработице. Постановлением правительства Российской Федерации определяется минимальная и максимальная величина пособия по безработице. На 2020 год эти величины распределились следующим образом. Минимальная величина пособия по безработице 1500 рублей, максимальная величина пособия по безработице это 8000 рублей для всех категорий граждан, кроме граждан предпенсионного возраста. Для граждан предпенсионного возраста размер максимального пособия по безработице составляет в 2020 году 11 280 рублей. Размер пособия по безработице для каждого человека определяется индивидуально в соответствии с законодательством о занятости населения. Поэтому мы не можем говорить, что все получают либо минимальный, либо максимальный размер. Размер пособия по безработице может располагаться в интервале от минимального до максимального пособия. Но первоочередной задачей службы занятости является не выплата пособий, а трудоустройство граждан. Поэтому немножко хотелось бы рассказать о вакансиях, которые имеются у нас в службе занятости на сегодняшний день. Актуальными, как и много лет назад, сейчас для населения являются вопросы здравоохранения и образования. К сожалению, на сегодняшний день специалистов в этих областях не хватает. В Центр занятости населения по городу Черкесского на сегодняшний день заявлено 69 вакансий для врачей различных специализаций. Такие как кардиолог, невролог, анестезиолог, реаниматолог, педиатр, терапевт, стоматолог, фтизиатр, офтальмолог и так далее. Список этот большой. 23 вакансии для медицинских сестер в нашем банке вакансий на сегодняшний день. 16 вакансий для лаборантов клиникодиагностических лабораторий. То есть вот эти все вакансии – это именно для медицинских работников. Также есть много вакансий для работников образования. 12 вакансий для учителей средней школы, такие как учитель музыки, химии, биологии, истории, математики, русского языка и литературы. 16 вакансий для воспитателей детских дошкольных образовательных учреждений. Это воспитатели, младшие воспитатели. Бухгалтер есть в каждой организации, как частной, так и государственной форм собственности. И спрос на людей этой профессии, он есть практически постоянно. И сегодня мы можем предложить соискателям-бухгалтерам 9 вакансий, которые у нас в банке вакансий на сегодняшний день есть. Но мне хотелось бы особое внимание обратить на профессии, которые не требуют наличия высшего образования. Это так называемые рабочие профессии. Они всегда были и на сегодняшний день остаются очень востребованными на рынке труда. Большая часть заявленных в службу занятости вакансий – это именно вакансии для замещения рабочих профессий. Такие как слесари механосборочных работ, слесари по ремонту автомобилей, плотник, электромонтер, газоэлектросварщик, операторы котельных, операторы технологического оборудования, водители автомобилей, водители троллейбуса. Это список очень большой. И хочется отметить, что на сегодняшний день уровень заработной платы по этим рабочим профессиям не маленький. Он даже в несколько раз иногда превышает уровень минимального размера оплаты труда Российской Федерации. Но смело могу сказать, что есть у нас заявки, в которых заработная плата по рабочим профессиям свыше 40 тысяч рублей. Все граждане, которые ищут работу, имеют возможность ознакомиться со всеми вакансиями на общероссийском портале службы занятости, который называется «Работа в России». Там можно разместить свое резюме, отслеживать вакансии, искать работу в любое удобное для каждого гражданина время. Не обязательно для этого приходить в центр занятости. Можно искать работу и при помощи интернета на сегодняшний день. Я думаю, что у нас молодые люди в основном ориентируются на престижность профессии, когда выбирают себе профессию. И поэтому они идут учиться на юристов, экономистов и так далее. Хотя хорошие юристы тоже в цене. Можно сказать, что эта профессия тоже востребована. Нельзя говорить о том, что нам юристы вообще ни в коем случае не нужны. Но работодатели, когда заявляют вакансию юриста, они хотят получить работника грамотного, ответственного и обладающего определенным пакетом знаний. Поэтому молодому специалисту устроиться юристам бывает иногда сложнее. Люди, которые выходцы, скажем так, из нашей республики, если молодежь поступает в медицинские какие-то вузы, они в большинстве случаев уезжают куда-то, учатся там и уже сюда, в Карачаево-Черкесию, редко возвращаются. А хотелось бы как-то привлечь их чем-то, может быть, стимулировать как-то, чтобы они ехали сюда и работали. Потому что, конечно, здравоохранение – это очень важная сфера. Хотелось бы, чтобы эти вакансии, конечно же, заполнялись. И желательно нашими согражданами нашей республики, жителями нашей республики. По заявленным вакансиям конкретно сказать, что заработная плата 20 тысяч или 15 тысяч – сложно. Каждая профессия, по каждой профессии уровень заработной платы определяется по каким-то определенным условиям. У нас можно встретить вакансии как с минимальным размером оплаты труда – 12 130 на сегодняшний день, это минимальный размер оплаты труда, так и до 50-60 тысяч рублей. Ну, в среднем где-то, наверное, это 18-20. Я думаю, вот такая средняя зарплата по всем вакансиям, которые к нам поступают. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ